Все равно вот так вот как будто с нуля, да, что такое кинезиология, откуда она возникла и что это за зверь такое. Кинезиология это наука о движении, буквально в переводе. И почему-то в последнее время часто путают с кинезиотерапией, хотя действительно кинезиотерапия просто человека лечит движение, да, просто лечит движение. Кинезиология на самом деле занимается совсем другими движениями, там очень мало работы как таковой с движениями тела, там больше со всякими другими движениями работа. И практикуя вот уже и занимаясь и обучаясь несколько лет, где-то с 2009 года, у меня сформировалось вот к этому году, к 2017, у меня сформировалось такое ощущение, что ну каким-то боком мы живем в эпоху целительства. То есть есть куча специалистов, которые пытаются сделать человека целым на разных уровнях, да, кто-то в теле, кто-то в психике, синтегрировать, там что-то посшивать, да, кто-то чисто энергетикой занимается, там всякие космоэнергетики, эксэнсенции, для меня это все одно и тоже, честно говоря. Кинезиология – это такая попытка создать единую систему целительства, которая бы работала на всех уровнях с человеком. И на уровне тела, на уровне психики, и на уровне энергии, ну и на уровне того, что человек – это вообще-то часть Вселенной. Вот, то есть, ну такая вот попытка, на мой взгляд, вот, ну насколько успешно этого, еще надо позаниматься, чтобы понять, да. Иногда это зависит от метода, иногда это зависит от того, кто этим методом занимается, мне кажется, очень сложно разграничить. Так вот, покой кинезиологии является американский доктор Джордж Гудхарт. Он был врачом Олимпийской сборной США, у него была куча единомышленников. И, в общем-то, он для начала просто собрал все то, что уже было известно о мышцах, и о том, что такое мышечный тонус, и о чем он говорит. А на самом деле, в психологии, вот есть психолог, да, мы знаем, что тело и психика – дорога с двусторонним движением, да, и когда мы начинаем работать с телом, мы можем вскрыть какие-то эмоциональные вещи, да. Это направление существует с прошлого века, от Венгельма Райха, от Александра Лоуина, да, там мы идем от тела и работаем с какими-то психологическими вещами. В медицине тоже давно существует представление о том, что мышечный тонус показывает состояние человека, состояние его здоровья. И различные мышцы показывают нам состояние тех или иных систем организма. Что значит состояние, кто-то скажет, ну, я же могу сдать анализы, сходить на УЗИ, да, и что там, я все про себя узнаю, да. Но на самом деле, и УЗИ, и анализы показывают серьезные изменения там, где человек уже болен, да, где, как уже китайцы говорят, слом наступил, да, китайская медицина. Вот. Но есть же отклонения, которые идут в рамках здоровья относительного, да, вот. И эти отклонения еще не покажут ни УЗИ, ни анализы, ничего такого, да. Ну вот, а мышечный тонус покажет. Ну, возможно, там покажет какая-нибудь там диагностика по точкам, по накатанию, да, там, какие-то более продвинутые техники. Ну, на самом деле, никакого компьютера не надо, ничего не надо, никакого прибора не надо. Все показывает мышечный тонус. Все это делается очень просто руками. Я сейчас покажу кое-что. Вот. То есть, врачи, особенно представители холистической медицины, то есть той медицины, которая занимается человеком как единым целым, вот, остеопаты, гомеопаты, представители различных традиционных практик, да, там, я думаю, что традиционные китайцы, китайская медицина, наверняка, аюрведы, наверняка, там, тибетская медицина, там, вот, то есть все те направления, которые рассматривают человека как единое целое, ну, и как часть Вселенной заодно. Они, в общем-то, понимают, да, и замечают уже, да, что вот эти отклонения, отклонения, их можно уже корректировать и, там, не приводить к каким-то, там, изменениям здоровья. Я бы сказала, что и в психике, да, ну, это как бы концепция такая. И они давно замечали, что мышечный тонус, да, показывает, особенно остеопаты, хиропракты, которые работают, ну, уже в рамках такой европейской традиции, они тоже понимают, там же, что такое остеопатия? Это балансировка здоровья через запомненный двигательный аппарат, да, по сути дела. Плюс, там, работа иногда со связками, с органами, ну, тоже то, что сейчас добавилось, там, мастеральный массаж и так далее. Вот. И что сделал Гудхар? Он просто собрал все это знание и превратил это в метод. Метод мышечного тестирования. С этого кинезиология началась. Вот. То есть, он наглядно показал, что, тестируя ту или иную мышцу, мы можем выявить дисбаланс определенный, да, в различных уровнях. Как мы это можем сделать? На ком показать? Только ужините, Женя. Где сегодня кролик? Можно. Ну, ты же уже поработал мастером, теперь будешь кроликом. Можно обиджать? Да, смотри. Ну, я, как бы, не делаю подготовку к тестированию. Обычно мы ее все-таки делаем подготовку, там, настраиваемся, да, пьем водичку, балансируемся. Я просто такие простые вещи сейчас покажу. Как бы мышечный тонус показывает, нам есть такое понятие в кинезиологии взаимосвязанная мышца. Взаимосвязанная мышца, она нам показывает, в каком состоянии находится, ну, это завязано с меридианами, известными в традиционной китайской медицине. В каком состоянии находится тот или иной меридиан? Ну, например, есть такая надостная мышца, она вот здесь находится, под трапециевидной, над костью лопатки. Она показывает нам состояние центрального меридиана, чудесного меридиана, которого китайцы называют переднеследивной меридианой. Вот, как нам мы ее тестируем, то мы понимаем, капчик эта штука работает. Вот здесь у нас, ну, постарайтесь сами ощутить, мышца какая сильная. Нет, чуть-чуть проседает, да? И здесь. Здесь тоже чуть-чуть проседает, да? Сейчас мы немножечко попробуем, ну, за этот момент изменить, да? И сейчас мы. Есть разница? Неверно. Ну, как, такое ощущение? Нет. Я, смотрите, уже как давлю, да? Мышечный тонус. Я на самом деле не ощущение. Да, изменился. Давайте еще какую-нибудь мышцу попробуем. Давайте попробуем. Есть такая большая, троплая мышца, она здесь вот так находится у нас. Под ножку вот так держим ручку. Я буду к себе локоть, а вы мне не давайте его к себе. Хорошо? Двигайте. Держите. Держите, держите. Маменько, хорошо? Вот это вот. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Это состояние задней средины вагридиана. Большая круглая мышца, показывает состояние задней средины вагридиана. Ну, это как бы два таких чудесных меридиана. Держи. Полегче держать сейчас. Есть ощущение? Довелась? Хорошо. Ну, вот это как бы пример мышечного пастерона кинезиологического. Ну, и заодно чуть-чуть коррекции. С чем? Все, нужно попасть. Пока. В родном месте. Все, спасибо. Это ж... Ну, ты стилю же все-таки. Да. Вот. Что сделал Вудхарт? Он, во-первых, превратил мышечное тестирование в метод. Да, то есть метод, при помощи которого можно выявлять изменения в организме. Да? Причем изменения сразу в трех сторонах, как он его называет, как все кинезиологи его называют, треугольника здоровья или триада здоровья. Да? Это структура. Структура тела или тела человека, да? Это биохимия. Банальнейший, да? Это и моральный баланс, там, и изменения любых приятностей, биохимических тел. И это наша ментальность. Скажем так. Ну, иногда здесь пишут, и я иногда пишу, психоэмоциональная сторона треугольника. Но на самом деле изначально ментал название. Ментал. Вот. Понятно, что какая бы из сторон этого треугольника у нас не поплыла, остальные чё, тоже поплывут. Да? То есть если в момент, допустим, стресса, да, у человека биохимия меняется? Конечно, да. Конечно, да. Если это стражайся и лебеди, то это выброс адреналина. Структура меняется? Мышечное напряжение перераспределяется, кровоток перераспределяется. Много чего меняется. Ментал. Чё с этим происходит? Кручается. Выкручается. Начинает работать общий адаптационный собор. Естественно, всё это определённые изменения, и никакие из них не проходят бесследно. Мы завтра на первой ступени будем обсуждать, какие бывают последствия, что с этим делать. Как это можно увидеть, и потом что с этим делать. Итак, мы можем, ну, через мышечный тест, на самом деле, в настоящий момент, мы можем тестировать изменения и здесь, и здесь, и здесь. Во всех сторонах треугольника здоровья. Это раз. Второе. Мы можем подбирать коррекцию. А как эти изменения что сделать? Скорректировать. Да? Как и чем? Их можно скорректировать, привести в норму. Причём это изменения, как структурные, так биохимические, так и, ну, скажем так, психоэмоциональные. Потому что, на самом деле, конечно же, мышечный тонус показывает нам, он связан с эмоциональным состоянием. Конечно. То есть, когда мы испытываем сильные эмоции, у нас определённые мышцы напрягаются, чё далеко ходить. Любимая тема наших клиентов – спина. Болит спина. У кого-то она болит потому, что он якобы целыми днями заболевал. У кого-то, другой приходит, говорит, тут у меня сидячая работа, поэтому у меня болит спина. Третий приходит, ой, у меня физический труд, и у меня болит спина. Так как же жить вообще, да? А то, что, в общем-то, в поясничной мышце оседают наши страхи и тревоги, с этим как быть, да? А всё остальное просто усугубляет это состояние. То есть, она напрягается, когда мы очень сильно тревожимся о чём-либо. К примеру, это только одна мышца. На самом деле, такого в нашем теле огромное количество. И тело нам же сигналит об этом. Вот. Но вот мышечный тест – это такой вот достаточно объективный инструмент, который, при помощи которого, это можно что? Выявить. И психоэмоциональную составляющую, и физическую. Но Гудхард, конечно, больше, как врач, занимался физическим состоянием здоровья. Я не хочу сказать, любой кинезиолог обязательно работает и с этой стороны. Просто в зависимости от того направления, той модальности кинезиологической, с которой мы имеем дело, в той или иной степени работаются разные стороны треугольника здоровья. В чём заслуга Гудхарда? Он, во-первых, превратил мышечное тестирование в метод. Как я уже сказала, он с его помощью тестировал и подбирал. Тестирует дисбалансы и премиум подбирает. Во-первых, мануальное воздействие. А как правильно? То есть, по сути дела, массаж, мануальная терапия – это же уже каменный век. И один человек зайдёт на массаж, на мануалку, вышел – хорошо. Другой зашёл – вышел, чем-то не то. Кому-то помогло, кому-то не помогло. Кому-то сразу, кому-то не сразу. И вот можно заранее понять, подойдёт или нет, поможет или нет. И как именно этому конкретному человеку нужно это делать. Какие именно воздействия применять. И, допустим, медикаментозное или гомеопатическое воздействие. То же самое. При помощи мышечного тестирования подбирается индивидуально. Одному человеку от одного и того же, там, с баланса, скажем, в кишечнике, да, можно, кому-то подойдёт, обязательно надо таблетки пить, да, а кому-то просто травяной какой-нибудь чай попить, и всё пройдёт, да. Это тоже тестируется через мышечный тест. Далее, что ещё Гудхарт добавил к этому инструменту? Он добавил инструментарий традиционной китайской медицины, а именно работу с меридианами, с канальной меридианальной системой и аккультурными точками. Но, ну, скажем так, в канальную меридианальную систему кто из нас, европейцев, вообще себе представляет, там, верит в неё или в это, хорошо знает, что с этим делать. Для этого надо погрузиться, наверное, всё-таки в ментальность определённую. Я, как бы, в последнее время заинтересовалась традиционной китайской медициной, немножко начала учиться, планирую продолжать, и я понимаю, что это совсем другое мышление, другая концепция здоровья, и, как бы, во многом, то, как у тебя этот инструментарий будет работать, зависит от того, как ты его понимаешь, да, потому что бессмысленно тыкать иголками в точки, это один уровень работы, да, понимать, что при этом происходит, что ты двигаешь ци, да, там, если её там нет, то двигать там нечего, да, это уже совсем другое. Поэтому Гудхарт привнёс сюда ещё такой интересный инструмент, это европейский инструмент, и вот то, что я сейчас показывала, это он, вот те точки, при помощи которых я балансировала мышцы, сужение, вот, это так называемые рефлексы чапмана. Рефлексы чапмана. Их ещё называют нейроваскулярные рефлексы. Они делятся там на нейролимфатические и нейрососудистые. Они открыты в 30-х годах прошлого столетия. Что это такое рефлексы чапмана? Это такие точки и зоны в нашем теле, при помощи которых можно вызвать движение крови, или крови, либо римфу в различных мышцах и органах. Да? Ну, и как следствие, я не знаю, может быть, ещё и движение энергии берегиан. Почему балансируются взаимосвязанные мышцы? Да? Каким образом? Вот это очень интересный, тонкий вопрос, конечно, связи мышц берегианов. Потому что пока что все инструктора, у которых я училась, они говорят так. Ребята, не спрашивайте, почему именно эти мышцы, эти меридианы, да? То есть с каким-то меридианом взаимосвязаны две мышцы, там, триска, только с каким-то пять. Вот. Ну, вот это так. Да? Вот. Тем не менее, это очень интересный инструмент, и с ним невероятно интересно работать. Вот. Вот. Это то, что вот эти инструменты собрал Гудхарт и создал ту кинезиологию, которая называется прикладной. И который, начиная с 1964 года, когда вышла его книга, там, по мануальному тестированию, практикуют во всём мире определённые категории врачей, да? И сейчас, в общем-то, она развивается, и у нас в России развивается, да? В Санкт-Петербурге есть институт клинической кинезиологии, в Москве есть институт кинезиологии, в Новосибирске тоже своя школа кинезиологическая, тоже где-то там с 80-х, с 90-х годов прошлого века существует. Вот. Ну, у Гудхарда, конечно, было много единомышленников, учеников, и среди них был такой доктор Джун Тай, который, ну, вы видели, что очень простые инструменты, да? Вот мышцу протестировал, главное, научиться тестировать, да? Что-то там какие-то, с какими-то точками поработал, там, с меридианами, с цветами, ну, улегчённо, да? Вот я недавно своему младшему сыну делала баланс пяти элементов, да? Вот. Ну, как бы вот, ну, просто ребёнок болел, там, сильно кашлял, я его там сделала, у него температура упала, у него там общее состояние сразу улучшилось, изменилось. Он говорит, ну, вам какой кайф, оказывается, этот баланс пяти элементов, да? Как здорово. Вот. Ну, и вот, как бы, Джун Тай говорит, посмотрите, какой хороший, простой инструмент, при помощи которого можно работать. Давайте дадим его людям. То есть разрешим не только медицинскую практику ведёт, а такой набор простых инструментов, которые люди могут сами взять и, как бы, заниматься своим здоровьем, здоровьем своих близких. Вот. Ну, и тогда Готхард сказал, что да, давай, вот ты решил, ты делай. Пусть будет такое. Это было первое направление специализированной кинезиологии, так она возникла в начале 70-х годов прошлого века, оно называется Touch for Health, целебное прикосновение. Прикосновение для здоровья. Вот. И, в общем-то, как бы, тоже сейчас во всём мире там существует фонд целебное прикосновение и, как бы, такое движение за самооздоровление всемирное. И в России тоже сейчас очень много людей, практикующих целебное прикосновение и, в общем-то, и обучающих этому методу. Действительно, это набор достаточно простых приёмов, которые позволяют там где-то боль снять, где-то там улучшить тюкщее состояние, будем говоря, пустить энергию по всем меридианам, чтобы она двигалась там, не стояла там и так далее, вычислить и запустить. Вычислить, где основной, допустим, блок стоит, почему она не движется, да, почему наша замечательная звезда Усин, да, не работает. Ну, среди инструкторов целебного прикосновения в прошлом веке был такой инструктор, который, ну, лет 20 всем этим занимался, а потом, ну, движением, я имею в виду, за самооздоровление, а потом всё-таки убедился в том, что большая часть дисбалансов, она вот здесь. Он говорит, 90% наших дисбалансов – это последствия стресса, последствия негативного, ну, пережитого жизненного опыта определенного, да, как он говорит, негативный эмоциональный заряд, который у нас живёт, это последствия пережитого, пережитых стрессов, пережитого негативного опыта – это сомнения в себе, да, основное. Это то, что, ну, как бы, вот это пережив что-то, мы начинаем, перестаим верить в себя, начинаем в себя, либо просто начинаем в себя сомневаться. Всё зависит от того, насколько, ну, серьёзные были переживания, серьезные были ситуации. И тогда он начинает искать инструментарий для балансировки именно психоэмоциональной составляющей нашей. И начинает, естественно, он обращается куда? К какому инструментарию? Психологическому. Начинает собирать различные психологические методы. Вот. Ну, как мне кажется, все началось опять же с попытки создать что-то достаточно простое, да, такое, чтобы любой человек мог это взять и там сбалансировать, помочь себе, помочь ближнему в момент стресса, сразу после переживания стресса, помочь своему ребенку, у которого они ладятся с обучением, да, ну и себе за мной, со собственным школьным стрессом разобраться. Вот. Но в итоге, учитывая, что в этом направлении порядка десяти ступеней у человека и столько же, если не больше программ, то в итоге это все было достаточно серьезным профессиональным направлением, конечно же. Ну, тем не менее, базовые его ступени, вот которые, в частности, я преподаю, они, в общем-то, предназначены для всех. Для того, чтобы люди могли помогать себе и друг другу, да, то есть это относительно такой простой набор антистрессовых техник и методик. Вот. Ну, Гордон Стокс, так звали этого инструктора, которым он был, вот, он занимался там и психограммой, и интересовался нейроингвистическим программированием, он дружил с Томасом Гордоном, достаточно известный наупийством. И в какой-то момент он заинтересовался направлением, о котором, ну, как бы в России сейчас мало известно, а в Штатах одно время это было достаточно популярное направление, оно называлось персонологией. Персонология, наука об инстинктивном поведении человека. Создавали эту науку супруги Вайтсайды, Элизабета Роберт. И, в общем-то, они ее создавали, изучали, создавали с целью профессионального и карьерного консультирования в свое время. Вот. Но их сын, Дэни Вайтсайд, он видел, конечно же, в ней гораздо больше инструментов. Он видел в ней инструмент для нормализации человеческих отношений. Потому что, если вы знаете, каким вы пришли в этот мир, если вы в состоянии принять себя. И затем следующим шагом понять и принять других людей. Да? Это бывает обычно еще сложнее. И понять, что вот эти все люди, они такие, какие они есть, потому что, не потому что они на злого, а потому что они просто такие люди. Вот. То это становится достаточно интересным инструментом по отношению к себе и для налаживания своих каких-то отношений. Семейных, рабочих, партнерских, любых. Вот. Ну и когда Бордон Стокс и Дэни Вайтсайд все-таки напишу их имена, встретились. То это привело в конечном итоге к созданию нового направления специализированной кинезиологии, которое называется концепция три в одном. Ну так они ее называли. А в России чаще всего ее называют единым. Единым мозгом. И она появляется в семидесятые годы прошлого века. И это, пожалуй, первое серьезное такое психологическое направление в кинезиологии. Предназначено, ну, в какой-то базе своей. Это работа со стрессом его последствиями. А по большому счету, ну, как считаю Стокс и Дэни Вайтсайд, это обучение. Да, обучение новой концепции жизни, да, антистрессовой концепции жизни. Как бы сказать, ну, просто это новый взгляд на жизнь, которая нам позволяет жить, ну, я бы сказала, что с минимумом стресса, да. Хотя, естественно, что, как бы, общий адаптационный синдром такой, ну, нормальный механизм, да, описанный Гансом Серье. Вот. Без него прожить нельзя. Вот. Вопрос в том, что речь идет о психологическом стрессе. Да. А при психологическом стрессе, в отличие от биологического, от простого общего адаптационного синдрома, в чем в основном отличие? Биологического стресса или психологического? В чем? Только в одном пишет Юрий Сербатов в книге «Психология стресса». При биологическом стрессе стрессор всегда реален. Психологически можно выдумать. Нужно выдумать, чем все время и занимаемся. А это, собственно, и зона нашей работы. Это и есть зона работы с психологическими стрессами. Да. Вот. Тем не менее, практически весь наш опыт, он откладывается. Память в нем существует. И раскопать причины, и понять механизм, да, в теле. Можно и нужно, да. Благодаря мышечному тестированию в единомозге, оно немножечко иное. Оно единомозгное, оно двустороннее практически всегда. Оно более мягкое, очень тонкое. Мы, в принципе, можем выяснить причину многих проблем человека достаточно быстро. И вот тут, конечно, представители многих традиционных направлений психотерапии просто хватаются за голову. Как, что, второй, третий сеанс уже папа-мама? Да. Что, на первом сеансе он тебе показывает, там, там, травму в два года, там, в пять лет. Я говорю, да, показывает, мышечный тест показывает, он мне показывает и родовую травму, он мне показывает травму, которая, там, произошла в перинатальный период, на момент зачатия, наконец, да. Вот. Все это можно вычислить очень быстро, да. И тогда, конечно же, как я всегда говорю, вся история существования психоанализа, это попытки его улучшить, ускорить, да. Жизнь меняется, люди меняются, кто-то по-прежнему готов на длительную терапию, кто-то… Кому-то надо быстро-быстро и вчера. Вот быстро-быстро и вчера это можно делать при помощи вот этого инструмента. Это очень хороший инструмент. Кроме того, сколько бы мы не работали на сознании, на слоях каких-то подсознания, да, есть более глубокие уровни, на которых весь этот наш опыт, что делает, отражается, да. И вы отсюда убираете вроде как, а в теле остается. Остается в нервной системе, в нейронах, да, в мышцах, в рефлекторных цепях. Все эти последствия остаются. Единый мозг – это реальные инструменты по размыканию этих цепей, да, по убиранию этих последствий с тела человека. Вот. И когда работаешь, никогда не знаешь, где у тебя выстрелит, откуда… Что послужит триггером, скажем так, терапевтического эффекта. То ли работа в сознании, то ли в подсознании, то ли в теле. Поэтому мы на всякий случай работаем сразу на трех уровне. Вот этим отличается единый мозг. Вот этим он интересен. Ну, это может быть что-то сейчас сложное говорю, зато меня же и на присутствии повлияло, да. Вот. Вопросы. 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 Продолжение следует...